Всем привет! С вами Гаро и в этом видео речь пойдет о Ки-200. Да, я знаю, что коммент с просьбой рассказать о двухмоторных истребителях набрал чуть больше лайков. Но вы хитрите, прося рассказать одновременно о четыреста десятках и оба файтерах. Ну а я оставляю за собой право выбирать из самых популярных комментов. Итак, Ки-200, как вы возможно уже знаете, в конце 1943 года Японцы получили информацию о разработке нового ракетного перехватчика МЕ-163Б, а также лицензию на его двигатель. К счастью для американских пилотов, одна из двух подводных лодок, везущих чертежи МЕ-163 и образец двигателя «Вальтер» была потоплена. Однако оставшейся документации японцам оказалось достаточно для начала работы над собственным ракетным перехватчиком. Также нельзя не принимать во внимание и разный технологический уровень Японии и Германии. То есть доберись даже обе подводные лодки до первого авиационно-технического арсенала флота в Йокосуке, Япония не смогла бы наладить быстрое производство МЕ-163. Металлургическая промышленность Японии была не в состоянии предоставить высокопрочные легированные стали для изготовления форсунок двигателя. Химическая же промышленность не могла предоставить нужный объем окислителя, перекиси водорода и топлива, гидранта, гидрозина. Само собой были и другие трудности. К примеру, японские 30-мм пушки Тип-5 попросту были больше, чем немецкие МК-108. Так что говорить будто бы Ки-200 Сюсуй это копия МЕ-163 Комет очень и очень неправильно. И прежде чем я перейду к описанию самой машины, хотелось бы рассказать и о флотском варианте этого самолета J-8М1. Изначально этот ракетный перехватчик разрабатывался совместно флотом и армией, что случалось довольно редко в Японии. Однако проблемы в работе над двигателем вновь заставили разработчиков разделиться на флотских и армейских. Не буду вдаваться в подробности, но в итоге армейским специалистам удалось добиться стабильной работы двигателя в течение 4 минут. Флотские же ограничились тремя. То есть появись в игре флотский вариант этой машины J-8М1 держаться в воздухе, она будет еще меньше, чем Ки-200. У флота и армии также были различные планы по дальнейшему развитию этих самолетов. Флот планировал выпускать J-8К-1Ки с дополнительным топливным баком вместо одной из 30-мм пушек. А вот армейцы работали над увеличенной версией Ки-200 под названием Ки-202. С большим запасом топлива, соответственно, который в дальнейшем и должен был, по их мнению, стать основным армейским перехватчиком. Как несложно догадаться, самолет предназначался для перехвата вражеских тяжелых бомбардировщиков. И нет, это не самолет Камикадзе. Времени работы двигателя вполне хватало, чтобы набрать высоту и провести атаку. Далее самолет уже планировал к земле, и его посадка предполагалась с уже не работающим двигателем, то есть планер. А несмотря на то, что к концу войны на Митсубиси, Ниссане и Фудзе уже готовились сборочные линии, для них серийное производство так и не было налажено. И самолет никогда не участвовал в боях. Фактически единственный оторвавшийся от земли J-8М1 разбился менее чем через минуту. На крутом наборе высоты двигатель отказал, самолет разбился, а пилотировавший его Тахиико и Нузука погиб. Именно поэтому МИЕ-163 остается единственным бесхвостным самолетом, оснащенным жидкостно-ракетным двигателем, принятым на вооружение и участвовавшим в боях. Я знаю, что многим интересно, как же они взлетали. Ведь в игре Сюсуи и Комета всегда стартуют в воздухе. В реальности они взлетали с помощью сбрасываемой тележки, а садились уже с помощью вот этой лыжи. И да, лыжу ставили вместо шасси для экономии места, а не из-за каких-то особенностей, связанных с ракетным двигателем. И чтобы вы лучше понимали, что это вообще за машина, при такой длительности полета и размерах, масса топлива с окислителем составляет около 70% от общей взлетной массы самолета. Просто представьте, 70% этой машины это топливо. Без приукрас, это вот летающая бочка с топливом. Говорить о боевом применении, конечно же, не приходится, как вы понимаете. Что в реальности, что в игре. Хотя в игре на Ки-200, конечно же, можно сбить 2-3 фрага, но рассуждать серьезно о достоинствах машины с 4-х минутным запасом топлива, мне кажется, странным. В реальности все, что от них требовалось, это взлететь с ближайших аэродромов на перехват бомбардировщиков, отстрелять свой БК и планировать на аэродром обратно. В большинстве случаев уже с пустыми баками. В игре у нас таких ситуаций практически нет. На этом, пожалуй, все. На мой взгляд, самолет добавлен в игру скорее для галочки. И вряд ли игроки найдут ему какое-либо достойное применение. В реальности он был интересен, как своеобразное развитие технологий ракетных двигателей. Но в боях он какой-либо славы не снискал. На тех же МЕ-163 было уничтожено всего 9 бомбардировщиков при потере 14 истребителей. И это не считая потерь, связанных с авариями. Ну, как-то не внушает доверия, согласитесь. И все это, при том, что для полетов на них предполагалось использовать самых лучших пилотов. Вот, асов из асов. Ведь летчик должен был в короткий срок обнаружить противника, атаковать его, а затем уже с выключенными двигателями оторваться от преследующих его эскортных истребителей и посадить машину с первого дохода. Правда, вторую попытку просто нет. К сожалению, самолет интересен действительно просто как диковинка эдакая. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, о каком самолете вы хотели бы увидеть следующее видео. Не забывайте подписываться на наш канал и следите за новостями на Гохору.